Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в главный документ страны. Магаданцам предстоит ответить на единственный вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Президент уточнил, что голосование в намеченный день проведут только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Теперь в течение трех дней будет утвержден порядок проведения и подготовки общероссийского голосования. Это создаст правовое основание для начала кампании по информированию граждан и агитации. Он в проекте уже существует. На заседаниях Центральной избирательной комиссии рассматривался, был разослан во все регионы, в том числе к нам, для замечаний, предложений по его совершенствованию. В принципе, документ получился очень достойный, серьезный, который учитывает все особенности регионов и все особенности погодных условий весенних. Мы с ним тоже внимательно поработали и в целом нам понравился с ним комфортно и удобно работать. Поправки будут окончательно приняты, если за них проголосуют больше половины принявших участие в голосовании россиян. Изменения позволяют главе государства вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Президент получит также право формировать госсовет и определять его цели, равно как и цели Совета безопасности. Кроме того, закон расширяет полномочия Госдумы. Она будет утверждать кандидатуры вице-премьеров и министров. Руководителей силовых министерств президент будет назначать с консультациями Совета Федерации. В Конституции также предлагается закрепить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Прописывается обязательность индексации пенсии не реже раза в год, гарантируется социальное страхование, адресная поддержка и индексация социальных пособий. Среда, 22 апреля, выходной день. Он утвержден указом президента и должен быть оплачен работодателями в полном объеме. Порядок оплаты зависит от того, на какой системе работает работник, окладной или иной.